Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Сегодня я вам расскажу, как заживают волоски и как они ведут себя в процессе носки, на примере своей клиентки. Сейчас вы видите фотографию. Здесь моя клиентка до и после, сразу после процедуры. Вы видите, что волоски у нее полностью отсутствуют, и мы ей прорисовали волосочки. Я работала машинкой Белара и использовала свои пигменты Перманент Эксперт на минеральной основе цвет Hair Stroke. Он у меня самый легкий в палитре, из-за этого я поплотнее им прорисовывала волоски, чтобы добиться хорошего приживления, так как девочка у меня приехала аж из стула со своими тульскими пряниками. Следующая фотография это та же моя клиентка, но уже спустя год без коррекции. Вы видите, как прижились волоски и как они со временем уходят. Здесь не было коррекции, поэтому одна бровка прижилась чуть посветлее, чем другая. Не было, к сожалению, возможности нам с ней встретиться и подкорректировать волоски. Но, как вы видите, даже после одного нанесения, не на очень сухой коже, достаточно пористый, хорошее приживление, без всяких расплывчиков. Правда, вот на следующем слайде я вам уже покажу с ее отзывом. Это зажившие брови спустя полтора месяца после обновления. То есть мы с ней встретились спустя год, обновили бровки все тем же пигментом Hair Stroke, но для акцентов еще использовали темный пигмент, чтобы пучки красиво сплести и добиться такой визуально объемной натуральной живой бровки. Вот так у нас зажило. Вы видите коричневый красивый цвет, без всяких расплывчиков. Это отзыв клиентки. Я прям сделала скриншот через полтора месяца. Она очень довольна, потому что ни единого волосочка у нее, к сожалению, нет. Вот, и вот такой картинки мы добились. Вот ее полная фотография. Здесь уже прошло полгода после обновления. Бровки немножко посветлели, чуть-чуть стали более прохладными, но от такого же красивого натурального цвета ничего не расплылось. Что происходит с волосками со временем? Вот вернемся к первой фотографии. Видите, светлые части волосков, то есть по верху пушковые, по низу пушковые, они уходят быстрее. А насыщенная серединка, вот эта, да, то есть где больше всего сплетения акцентов, где мы плотнее, шире волоски прорисовываем, серединка остается. То есть со временем бровка просто визуально сужается, ничего не расплывается. Когда вы приглашаете клиентку на обновление, вы обновляете по тем же волосочкам, которые вы видите нарисованными. Но если есть пробелы, как, например, вот на этой стороне, да, вы после того, как обведете все волоски, можете посадить клиентку и карандашиком для эскиза пририсовать волосочки, которых уже нет, которые посветлели. Ну, чтобы максимально симметрично это все было и красиво. То есть, как правило, не нужно рисовать полностью схему, потому что вся бровь есть, она просто посветлевшая, и что-то можно воссоздать абсолютно без схемы. Очень много комментариев я получаю. Многие мастера боятся делать волосковую технику по причине того, что волоски расплываются со временем, превращаются в какую-то кашу, они заживают пятнами, либо синими бревнышками. На моем примере, я надеюсь, что я доказала, что это не так, и вы видите, что ничего не расплывается, что волоски также со временем просто уходят, светлеют, нет никаких пятен, вы также их спокойно можете обновить уже по старому рисунку. Но, чтобы у вас волоски хорошо заживали, очень важно следовать трем правилам. Первое правило. Волосок наносится, не выходя из кожи, точно такими же движениями, как при пудровой технике, просто линии наслаиваются друг на друга, образуя волосок. То есть, при пудре вы просто распыляете эти пиксели по поверхности, а при волосковой технике пиксели на друг друга наслаиваете. Тем самым у вас получается очень равномерно прокрашенный волосок, он хорошо заживает, вы нетравматично его наносите в кожу, потому что вы не машете сильно, мелкими движениями работаете. И также вы укладываете пигмент на нужную глубину, точно на такой же глубине вы работаете, как при пудровых бровях. Второй момент. Если вы хотите растушевать, добавить объем, вы не можете пересекать нарисованные уже вами волоски. То есть, вот вы нарисовали волосочки, да, и, допустим, захотели потемнее вот здесь вот проштриховать серединку. Да, сначала красиво смотрится визуально, но когда заживает, это все расплывается в кашу, и нет некрасивых волосков, неаккуратной растушевки. Просто как-то вот пятнами некрасиво это все лежит. Поэтому, когда у вас волосочки прорисованы, и вы хотите затемнить, вы работаете строго мелкими движениями внутри сектора, не пересекая нарисованные волоски. Ну и третье правило. Не нужно гнаться за густотой и рисовать очень много густо вот так вот волоски. Не нужно чистить. И многие клиенты порой просят, ой, давайте вот здесь добавим еще, вот здесь я хочу погуще. Не ведитесь, потому что если совсем минимальное расстояние между волосочками оставлять, они также у вас могут расплыться. Вы можете больше пушка, больше волосков добавить на процедуре коррекции, когда основная масса волосков у вас уже прижилась. Ну а на первичной процедуре вы все равно оставляете пространство. И пространство должно быть не менее 1 мм, а лучше даже побольше.